Девушки отдыхают Повар на дому Как вам машинка? Я нахожусь здесь не потому, что у меня отняли права, я законопослушный гражданин. Я здесь потому, что офицер Омар хочет устроить вечеринку для своего капитана. Привет, Кёртис, меня зовут Омар Уотсон, и я работаю в Дорожном патруле Лос-Анджелеса. Я хочу устроить прощальную вечеринку для нашего капитана, Шерл Сазерленд. Скоро она переводится в другое место, и я хочу устроить ей незабываемый праздник. Я не умею готовить, поэтому прошу твоей помощи. Давайте зайдем внутрь. Привет, как дела? Хорошо, можно увидеться с Омаром Уотсоном? Он здесь? Вы договаривались о встрече? Да, меня зовут Кёртис Стоун. Он забрал вашу машину? Нет, он написал мне, у него ко мне важное дело. Извините, я ищу Омара Уотсона. Вам туда. Туда, спасибо. О, боже, это ты, Кёртис Стоун, как я рад. Ты Омар, да, очень приятно. Познакомьтесь, это Кёртис Стоун. Привет. Не верится, что ты приехал, вы здесь тренируетесь каждый день. Правда, да? Ух ты. Я видел твою кассету, расскажи про вашего капитана. Она очень хороший человек, она замечательный лидер, и помощник для всех нас. Давно она здесь работает? Почти 4 года. Ух ты. Ты хочешь устроить вечеринку? Она заслуживает большого праздника, такого, который запомнится надолго. Сколько человек придет? Думаю, 20. 20 человек. Что она любит есть? Она любит все, она непривередлива. А что такое в углу? Что это? Это такой защитный костюм, если хочешь, что можешь его примерить и понять, что это такое. Соспект, который не должен быть, что нужно делать. Да? Да. Может, надеть его прямо сейчас. Ладно, давай попробуем. Он надежно защищает? Не беспокойся, он очень надежный. Надень, увидись сам. Здравствуйте, Кертис, очень приятно. На землю, не сопротивляйся! На помощь! Первое блюдо – главное блюдо – десерт. Первым мы решили приготовить креветки барбекю, на второй будут сэндвичи с ребрышками, а на десерт мы подадим мороженое из ревеня. Я отправился на рынок, чтобы купить продукты. Говядина. Это отменный кусок свежего мяса. Оно немного подсушено, но только снаружи, это не ухудшит его вкусовых качеств. Из такого мяса получится отличное барбекю. Я уже предвкушаю вкусный ужин. Итак, мясо есть. Огонь разведен. Нам нужен уголь. Для этого придется подождать минут 30. Пока огонь слишком жаркий, у нас тут отменные ребрышки. Только посмотрите. Это же мечта любого повара. Если вы готовите вечеринку на 20-30 человек, то вам понадобится большой кусок мяса. Чем больше кусок, тем сочнее получится мясо. Мне понадобится соль и перец, много перца. Мясо будет готовиться долго, и специй нужно много. Важно запомнить, что солить и перчить надо до приготовления, потому что от жара вкусовые свойства специи перейдут мясо. Так получится вкуснее. Вот так. Теперь их надо перевязать. У меня тут веревочки есть. Я опустил их в холодную воду, чтобы они потом не загорелись. Тем больше веревочек, тем лучше. По одной штуке на ребро. Неожиданно ко мне нагрянули кости. А вот и Амар. Привет, Амар. Привет, иди сюда. Ты купил все, что нужно? Да, сейчас я жду, когда догорит огонь, и будут готовы угли. А тут у меня лежат прекрасные ребрышки. При покупке ребрышек надо обращать внимание на прожилки. Посмотри сюда. Видишь эти белые прожилки? Посмотри на них внимательно. Да, вижу. Это как раз то, что нужно. Чем их больше, тем жирнее мясо, и тем сочнее и вкуснее оно получится. Ясно. Теперь мы наколем мясо на этот огромный шампур. Давай. Вот так. Давай сильнее. Замечательно. Прекрасно. Вот так. Закрепляем. И оно будет само вертеться. Когда мясо даст сок, то тут будет стоять очень аппетитный запах. Сам почувствуешь. Не удивлюсь, если он долетит даже до вашего капитана. Так, теперь у нас есть час свободного времени. Может, покатаемся? Вот так. Правда, можно я сяду за руки? Конечно, давай. Что значит код 3? Ты включил мигалку. Правда? А как выключить сирену? Ты ее включил. Что ты нажал? Выходи, давай. Подкрепление приехало. Вот это да. Больше так не делай. Вы подкрепление? Офицер Парила, офицер Ким. Привет, приятно познакомиться. Они нам помогут? Помогут. Замечательно. Еще как. А у нас готовится мясо. Сейчас я посмотрю, что там с ним. Это дижонская горчица. Я просто намажу ей мясо. Благодаря ей сверху образуется вкусная корочка. Вот так. А еще она придаст аромат и вкус. А из чего кисть? Из силикона. Из обыкновенных кистей лезут волоски, и потом их находят в мясе. Меня точно никто не подумает. А тебе стоит купить сеточку для волос. Продолжаем. Сейчас мы будем готовить закуску. Вытащим креветки изо льда. И добавим в лед немного воды. Затем опустим туда розмарин. Намокнув, он подгорит на огне, но зато пустит сок. Мы поступим с ним так же, как с веревочками, то есть намочим холодной водой. Теперь надо замариновать креветки. Для этого возьмем лимонную приправу. Кто ее приготовит? Вот и я. Хорошо. Держишь вот так и осторожно трешь вперед и назад, а потом берешь майоран. Иди-ка сюда. Вот так. Иди-ка сюда. Очищаешь их от листочков. На стебельки мы насадим креветки. Листочки мы бросим на угли, где готовится мясо. Это придаст мясу еще больше аромата. Бросаем. Переждаем. Он поднимается наверх. Прекрасно. Так, теперь берем маринад, лимонную приправу, креветки. Присоединяйтесь. Пусть креветки хорошенько пропитаются. Добавим оливкового масла. Ясно, смешаем все вместе. Помешать-ка хорошенько. Готово. Да, но теперь их надо наколоть. Берите стебельки. Начинать надо от хвоста и двигаемся дальше. Вот что должно получиться. Помните сериал о дорожном патруле? Чипс. Как он повлиял на вашу репутацию? Ваша профессия стала популярнее? Там были показаны такие вещи, после которых многие захотели пойти в дорожный патруль. Конечно, многие из нас смотрели этот сериал, возможно, это повлияло на наш выбор профессии. Это нас вдохновило. Так, креветки готовы, а теперь самое важное. Надо приготовить сэндвич. Это будут самые вкусные сэндвичи в вашей жизни. Офицер ОМР попросил помочь ему с подготовкой к вечеринке для любимого капитана. У нас осталось очень мало времени на то, чтобы все закончить. Это хрен. Очень свежий корень. Его не так часто употребляют в пищу в свежем виде, но я подумал, почему бы и нет. Это прекрасная приправа. Его можно есть сырым. Попробуйте. Вкусно. Он очень-очень острый. Его невозможно есть сырым. Так, добавим сливок. У нас должна получиться густая кашица. Сколько у нас еще времени? Осталось меньше часа. Правда? Да, мало времени. Тогда поторопимся. Мясо уже можно снимать с огня. Отлично, отлично. Вытаскивай. Так, сок, который стекает с мясом, мы сможем добавить в соус. Как долго мясо должно лежать, вот так, пока с него стекает сок? Это зависит от сорта мяса. Обычно нужна половина того времени, пока оно готовилось. Если оно жарилось два часа, то должно полежать один. Так что в нашем случае нужно всего полчаса. Ну что ж. Кажется, все в порядке. Продолжим. Ребята, вы молодцы. Вы молодцы. Теперь помидоры. Раскладываем их по всей длине. Побольше руколы. Только посмотрите, момент истины. Не знаю, готов ли мясо, не пережарилось ли. Надеюсь, что нет. Я буду резать, а ты пока раскладывай. Как ты думаешь, капитану понравится вся эта неземная красота? Понравится, она будет удивлена. Расскажи мне о ней, что самое главное, чему она вас научила? Она научила нас уважать людей, их права. Ясно. Ну что ж, давайте попробуем, что получилось. Что скажете? Очень вкусно. Потрясающе. Повар тоже должен что-то есть. Так и так. Теперь сок, который стек с мяса, я добавлю в наш соус. А потом хорошенько перемешаю. Отлично. Потом возьму большой нож и порежу хлеб на кусочки. Продолжайте резать, а я займусь креветками. Можно еще соуса? Соуса? Хотя его и так много. Я беру креветки, поливаю их оливковым маслом побольше. Вот так, отлично. Вот так. Затем ставлю готовиться. Потрясающе. Когда розмарин немного нагреется, то начнет распространять очень вкусный запах, которым пропитаются и креветки. Замечательно. Выдавим два лимона. Вот так, прекрасно. Креветки получатся очень ароматными и вкусными. И теперь можно подавать. Смотрите. Прекрасно. А где вы собираетесь накрыть стол? В нашем офисе, он как раз недалеко, надо спешить, она скоро вернется. Хорошо, берите-ка креветки, мясо. До прихода капитана осталась его минута, поэтому мне нужна была помощь. Ставьте это по центру, вон туда. Я остался снаружи, мне нужно было очень быстро приготовить десерт, мороженое. У меня есть свежий ревень. В это время года он особенно хорош, я порежу его на несколько кусков. Так. Добавим немного сахара. Выдавим сок целого лимона. Теперь добавим ваниль. У меня есть прекрасный стручок. Разрежем его на две части. Остальное нам не нужно. Готовим в течение 15-20 минут. Получится вот такая кашица. Отлично. Ванильное мороженое с ревенем почти готово. Осталось совсем немного. Берем большую миску и большую упаковку ванильного мороженого. Выкладывайте все из нее. Добавляйте ревень. Потом тщательно перемешивайте. Вот и все. Очень вкусно. Теперь кладем все мороженое обратно. Теперь сделаем стаканчики. Сначала приготовим тесто. Полстакана сахара, одно яйцо. Немного ванили. Я обычно использую стручки ванили. Но здесь нам понадобится жидкий экстракт. Но подойдет лучше всего. Две ложки ванили. Еще нельзя забывать про такую важную вещь, как масло. Перемешаем. Стану немного загустеет. Когда это произойдет, добавим муки. Перемешивать надо очень тщательно. Теперь немножко масла. Нанесем его кисточкой. Это вафельница с маленькими формочками. Берем вот такую ложку. Зачерпываем и кладем содержимое в самый центр формы. Этого достаточно. Я положил не так много сахара, поэтому они получатся хрустящими. Стаканчики должны быть такими. Если у вас есть дети, то им очень понравится делать стаканчики. Они это обожают. Так. Закрываем. Подождем пару минут. Когда начнет появляться дым, значит все готово. Посмотрим. Так. Теперь можно свернуть их в трубочки. Вот так вот. В итоге все стаканчики должны выглядеть вот так. Пусть полицейские порадуются. Теперь все готово для вечеринки в честь капитана Сазерленда. Капитан Сазерленд, зайдите в офис. Идет. Идет. Сюрприз. Сюрприз. Ух ты. Вы капитан Сазерленд? Да. Меня зовут Картис Тоун. Да. Я так же, как и все эти люди, собрались здесь, потому что Омар решил устроить вам грандиозный сюрприз. Он хотел приготовить для вас праздничный ужин в связи с вашим уходом отсюда. Все поддерживают вас. Они очень вас любят, раз вызвали меня специально, чтобы устроить для вас сюрприз. Вы, наверное, хотите что-то сказать, да, Омар? Мы очень вас любим и будем сильно скучать. Мы рады, что работали с вами. Лейтенант Гейнс хочет подарить кое-что для вас от лица всех нас. Пока вы здесь работали, то жаловали, что у вас в офисе нет окна. Мы сделали его специально для вас. Это уникальное окно. Мы наклеили на него фотографии. Здесь написано капитану Шерлд Сазерленд. Смотри в это окно и вспоминай времена, проведенные в Лос-Анджелесе. Ты можешь гордиться всем, что сделала. Мы будем очень сильно по тебе скучать, потому что ты стала частью нашей семьи. Вы для нас особенный человек. Надеюсь, вам это понравится. Давайте есть. Ну как? Вкусно. Сегодня мы приготовили креветки с розмарином, лимоном и оливковым маслом. Сейчас попробую. Главным блюдом стали сэндвичи с ребрышками, рукколой и специальным соусом. Попробуете, капитан? Конечно. Я сам приготовил. Ух ты, спасибо. Выглядит аппетитно. Спасибо большое. А на десерте я приготовил ванильное мороженое с ревенем в стаканчике. Мы хотим подарить эту футболку Кертису, который нам так помог. Мы этого никогда не забудем. Спасибо, удачи вам. Теперь я могу ехать домой, нарушая все правила. Потому что на мне футболка дорожного патрульного. Спасибо вам огромное. Всем спасибо. Всем пока.